Сначала сегодняшнее мероприятие с участием вроде бы всем известного Владимира Жириновского, но формат для него действительно совершенно новый. Он пошёл к семьям партийцев, к жёнам и детям своих депутатов. О том, как лидер ЛДПР готовит следующее поколение, Николай Захаров. Пока одни протирали кружки, а другие помешивали борщ, жена депутата Госдумы Михаила Дегтярёва в оригинальной футболке вышивала по красивой сердцем, с солонкой завершала создание атмосферы гостеприимства. Кровай, старорусская традиция. Глава семьи знакомил с меню, к созданию которому приложил руку и сам лидер ЛДПР. Это рулетики от Владимира Вольфовича, оладушки от Владимира Вольфовича, нарезка от Владимира Вольфовича. Пирожные жена делала. Это в партийной гамме, да? Да, ну да, жёлтые, синие. Это даже салфетки у нас партийные. А в соседней комнате его однопартиец Александр Шерин напутствовал дочерей перед важной встречей. Если Владимир Вольфович будет общаться с вами, не надо бояться, стесняться. Понятно? Вести себя хорошо и прилично, ну как обычно. Подобные инструкции получил каждый из дюжины детей. Сыновья Михаила Дегтярёва, например, даже приготовили вождю подарки. Кто такой Жириновский, они, разумеется, знали. А кто это? Патерин начальник. О чём бы ты хотел с ним поговорить? Пойдёт он в кандидат в президент. Серьёзно? Ты хотел у него это спросить? Владимир Жириновский провёл тысячи разных встреч. Но такая с детьми однопартийцев и тоже, возможно, будущими однопартийцами. Впервые лидер ЛДПР обменялся с подрастающим электоратом подарками, но сразу же предупредил о пагубности подобных поступков. Да и вообще подарки это плохо. К чему подарки берут? Ну, коррупция. Вот тут. Чиновники. Вот они, так сказать. А начинается с подарков. Вот с детства. Всё, вы ждёте. Гость придёт, несёт подарочек. Там, дню рождения папа с мамой, подарочек. В разговоре Жириновский пообещал детям исключить из обязательной школьной программы иностранные языки. Саму программу сделал 13-летний. Рассказал о собственном голодном детстве и провёл неожиданные параллели. Моё детство для меня было наказанием голод, бедность. Так я, наоборот, стал очень-очень известным человеком даже не нашей стране, а во всём мире. Так Россию. Чем они больше будут в блокаде сжимать, тем мы сильнее будем подниматься. За санкции надо благодарить. И вообще комфортная сытая жизнь посетовал Жириновский. Расслабляет человеку, у которого всё есть, не к чему стремиться. Прощаясь, он пообещал провести такую же встречу с жёнами однопартийцев и на ней продолжить разговор о воспитании будущих возможных членов ЛДПР. Николай Захаров, Олег Сокольчук и Наталья Губина. Вести в субботу.